Ой, денёк-то какой, а! Рождество в Северной Ирландии. Ты подумай, какая погода замечательная сегодня. Такое действительно замечательное настроение. Как-то морозно, солнечно, но не слишком мокро, без дождей. Ты лучше знаешь, что закрой глаза, расслабься, подыши глубоко. Вот что ты сейчас видишь? Вифлеем. Вот у меня включается внутренний киностудий, и даже без кадров вижу вот эту дорогу из поля пастухов Бейтсахур, который идёт прямо в Вифлеем. Ах, вот старый город, и вижу очень хорошо вот эту дорогу, которая ведёт нас, как волхвы, в сторону места Рождества Христова. Улица Звезды. Я ощущаю тёплое солнце на своих щеках, вижу звезду вот такую современную, думаю о Вифлеемской звезде и те самые ворота. Я их так хорошо помню, ворота старого Вифлеема. Конечно, эти ворота 15 века, но стоят-то они на месте тех древних ворот. И поэтому без преувеличения можно сказать, да, этой дорогой шли волхвы. И запах хлеба я уже чувствую. Там в Вифлеем всегда пекут хлеб, потому что город называется Бейт-Лехем. И хоть город палестинский, арабский, но палестинцы сохранили древние библейские названия городов. Они их не меняли, не сменили. И вот город называется Бейт-Лехем. То, что интересно, потому что по-арабски лехем не означает хлеб, а мясо. А на иврит Лехем – это хлеб. По-арабски хлеб будет Хубез, а не Лехем. Поэтому дом хлеба по-арабски – дом мяса Бейт-Лехем. Получается город палестинский, а название сохранили древнобиблейское. А вот запахи чувствуются уже совсем-совсем близко. Ну что же, в этом есть смысл, место, где слово стало плотью. Так что Бейт-Лехем – название многоэтажное. А вот и наши любимые сладости. Коршили и другие рассыпчатые, арабские, ароматные, пахнущие кунжутом, орешками. Сладости, кстати, постные. Мы их ели обычно весь рождественский пост. А вот мы у входа в храм. Здесь мысленно собираются все, которые отмечают праздник Рождества Христова. И те, которые здесь никогда не были, и те, которые были здесь только один раз, и те, которые здесь живут, они все равно в мыслях ходят через эти ворота, которые русские называют «врата смирения», попадают в этом большом храме базилика, самые древние на святой земле, шестого века, и идут поклониться место Рождества Христова. Сколько бы раз ты здесь ни проходил, хоть в мыслях, хоть в реальности, всегда учащенно бьется сердце. Потому что вот эти ступени ведут прямо в ту самую пещеру, в ту самую пещеру, где Бог бесконечный, непостижимый, непознаваемый стал младенцем. Вот каждый раз, когда я рождаю своих младенцев, я думаю о Рождестве. Вот он был таким же крохотным, беспомощным на руках Божьей Матери. И было это здесь. И так же я каждый раз думаю, вот я снова вижу это место, место, где родился Христос, Вифлеемская звезда отмечает его. А что-то изменилось во мне, в моем сердце, в моем сознании. Это событие как-то меня сделало лучше перед Богом. То, что мы здесь стоим, не делает нас автоматически хорошими людьми. И если мы даже будем во всех святых местах, все равно без внутренней работы, без изменения, без покаяния, это никаким образом не приближает нас ко Христу, не способствует стяжать Духа Святого. К сожалению, все, кто бывали в Вифлееме на рождественском, праздничном, ночном богослужении, увы, могут рассказать о драках, о столкновениях греков с армянами, о том, как паломники локтями пробивают себе дорогу, чтобы стоять поближе или обязательно попасть на литургию именно в пещеру. Но и в нашей повседневной жизни ведь мы можем сказать то же самое. Как мы встречаем Рождество? Действительно ли мы стараемся всех змей из своего сердца вытравить перед этим праздником и убрать и прибрать свой внутренний храм, свои внутренние ясли, в которых должен родиться Христос? Но это все-таки, тем не менее, согласись. Рождество здесь, в Северной Ирландии, и Рождество там, в Иерусалиме, в Израиле – совершенно две разные вещи. Ну, абсолютно. Дело в том, что здесь, конечно, Рождество, рождественские украшения, елки видны во всех городах, а вот в Израиле и в Палестина, можно сказать, что это только в определенных, я бы даже сказал, геттох, вот в христианские, арабские гетто, как бы определенных районов, там и Санта-Клаус, и огоньки, и радости, и все это. А в других городах Израиля даже можно и не знать, что это Рождество. Ну да, это связано с тем, что Израиль все-таки страна иудейская, и мусульманская, и христиан там совсем-совсем мало, меньше 10% населения. Но дело не только в этом. О характере тоже можно поговорить. О характере праздника. Да, я вот как раз, знаешь, скорее даже думала об этом. О том, что вот в Израиле в основном Рождество – это, естественно, Вифлеем. Понятно, Христос родился там, и любой человек, даже если он боится, или не может поехать в Вифлеем, или не хочет поехать в Вифлеем, но если он христианин, то он, конечно, знает, что Вифлеем где-то рядом, и что он живет в той стране, в которой родился Христос, то есть на той земле, на которой родился Христос. И это очень важный момент, и поэтому акцент, конечно, весь на Вифлеемскую пещеру, на богослужение там, и вообще на сам город Вифлеем, и на само вот это ощущение исторического события, реальности исторического события Рождества Христова. А вот здесь, в Ирландии, акцент на другое, а здесь акцент на творение добрых дел перед Рождеством и в дни Рождества. Да, это определенно, я бы сказал, тоже новая традиция, которая появилась в англоязычном мире именно вот в середине XIX века, благодаря повести «Christmas Carol». «Рождественская калятка» Чарльза Диккенса. Наверняка читали про жадного богача Скруджа, который не праздновал Рождество, который считал, что если люди бедные, то они этого заслужили. Значит, они плохо работали, значит, они плохо учились, он был против милостыни. И вот в Рождество ему явились три духа. Дух прошедшего Рождества, который показал его детство, дух нынешнего Рождества и дух будущего Рождества. И он узнал, что он умрет в эту ночь. И вот с чем он предстанет пред Богом? И он проснулся другим человеком после всего того, что ему эти духи показали, и стал творить милостыни, стал самым щедрым и добрым человеком вообще у него в городе. Но вот у нас перед Рождеством люди не просто делают рождественский Christmas shopping для себя, нет. Покупается огромное количество подарков для родных, близких и дальних, для всех знакомых сотрудников по работе. И очень много жертвует на благотворительность. Ну, повсюду бывают, конечно, разные сборы тоже благотворительные, собирают и еду, и одежда, и денег. Я бы сказал, даже несколько месяцев до Рождества. Особенно, что сейчас вообще-то в мире много кризисов из-за волны, которые происходят повсюду, из-за разных других причин. Тоже, вот, да, был ковид. Ну, вы все знаете, как бы, сейчас каждая страна чувствует в себе, что она находится в самом худшем моменте, а на самом деле мы все, как бы, все страны сейчас переживают такие или иные потрясения. И, конечно, совестью людей просыпается именно в Рождество, что как же так мы будем праздновать, кушать вкусную, там, индюшатину, мясо, и так далее, давать игрушки, а у других людей даже нету достаточно денег, чтобы топить домов. Поэтому пытаются каким-то образом помогать, да? Да, пытаются. И, знаешь, это не так уж плохо, если бы люди действительно пытались помогать друг другу, а еще если бы войны прекращали к Рождеству. Вот такой вертеп поставили в Вифлееме в этом году, вифлеемские художники. И ты знаешь, хотя мнения есть разные, но вот мне показалось, что это очень отражает духовное состояние, в котором люди встречают этот праздник. Вместо того, чтобы наше сердце было как уютный, теплый, чисто прибранный вертеп, в котором бы родился Спаситель, мы встречаем его взрывами, разрушенными зданиями, колючей проволокой и вот таким вот уродством. Не думаешь? Да, можно так это интерпретировать, так как символ, как образ омраченной души человеческой, где все равно Христос рождается в любых условиях. Но думаю, что это немножко натянутая как бы интерпретация. Здесь, в принципе, такой довольно прямой политический смысл, что Христос – это как Палестина, которая под оккупацией западных сил. И я бы даже сказал, что это искусство такое концептуальное, очень напоминает мне вот такой модернизм, который, если честно, мне не очень по душе. Но я понимаю, почему это нужно в этом году, но, вы знаете, мне не хочется навязывать мое мнение. А вы, наши зрители, расскажите, напишите нам, есть ли вам такой вид творчества протеста, нравится или нет. Напишите в комментариях, что вы видите вот в таком бифлеемском вертепе. Но в Ирландии тоже можно увидеть нетрадиционные вертепы, сделанные в таком стиле современного, даже иногда авангардного искусства. Вот, например, тоже не вполне классический вертеп в городе Омит, но, тем не менее, конечно, всё равно это вертеп. Вообще, в Ирландии Рождество – это праздник, прежде всего, связанный с семьёй. В эти дни Рождества люди стараются как можно больше времени провести со своими близкими. Съезжаются семьи из всех уголков страны, собираются вместе, заказывают, например, ресторан или гостиницу, проводят вместе день или два, гуляют с внуками, посещают родственников дальних и ближних. Это особое время, когда примеряются те, кто враждовали, обходятся в семейных разговорах острые углы, не заводятся трудные темы. Короче говоря, люди стараются встречать новорожденного Христа миром прежде всего. Рафаэл, а вот ты помнишь свою самую первую поездку в Вифлеем? Я это помню. Да, конечно. Мы с тобой были, мы вызвали такси, были там в полном составе и я, ты, детей пока ещё не было, твои родители, да, Царствие Небесное, там, Виталий и Ирина. Мы жили тогда вместе в Северном Иерусалиме, то есть на самом деле это, даже нельзя сказать Иерусалим, но это Иерусалим, но это такой район, который находится, по сути дела, под Ромауа, да, вот между палестинской автономией и Иерусалим. Да самый любимый мой район вообще, это моя, можно сказать, вторая родина, Пизгат-Зеев. Ненавижу этот район, Пизгат-Владимировский, я его называл. Но это потому, что он назван в честь Зеева-Жебатинского, но он вообще-то был евреем из России. Зеева-Жебатинского. Зеев-Жебатинский был вообще-то Владимир-Жебатинский. И поэтому Рафаэл район прозвал Пизгат-Владимирский. Но это наша с тобой внутренняя шутка, Вифлеем. Это наш арабский таксист, потому что Вифлеем, израильский таксист, не может ехать. Он обещал, что он нас довезёт прямо до Вифлеема, но у входа в чек-посты, потому что Вифлеем – это зона А, а в зона А нету доступа израильтянам и так далее. Ну, короче, пришлось нас выпустить у чек-поста, а мы пешком просто нас солдаты пустили без проблем. Это было даже очень забавно. А дальше уже из Вифлеема мы взяли уже палестинский такси с палестинскими номерами до храма Рождества Христова. И я был там первый раз на службе. Ну, конечно, как гид я уже потом, когда уже стал гидом, я был в Вифлеем уже много раз. Это для меня стало как второй дом. Я даже ночевал в Вифлеем иногда чаще, чем даже ночевал дома. с детьми и в храм Рождества Христова уже бывал ежедневно. Ой, да, вот эти вот рождественские праздничные дни, когда ты работаешь гидом, ты фактически домашних-то и семью свою не видишь, потому что ты Вифлеем, ты с группами, ты ночуешь, потому что там ночная служба, потом поездка в Галилею тоже надо ночевать, потому что не можешь в 4 утра встать и снова выйти. Да, но я рассказ не закончил. Я первый раз, когда я бывал. Вот вы должны понять. То есть это для туристов или для паломников из России это вообще непонятна острота вот этой истории. Дело в том, что я тогда молодой человек, израильский, как бы вот, несмотря на то, что я уже был, уже меня приняли в православии и в Иерусалимской церкви, но у меня граф религии еще в паспорте, не в паспорте, простите, идентификационная карта, в Израиле у всех есть идентификационные карты, там было написано «Еудеи». А дело в том, что у входа во всех территориях палестинской автономии, где зона А, да, есть зона А, Б, С, зона А, там всегда стоят такие красные объявления, где написано «Нету входа у израильских граждан в иудейское вероисповедение». То есть входа там нет. То есть, получается, могут тебя арестовать за то, что ты вошел на эту территорию, или просто остановить, или обштрафовать, или даже просто посадить в тюрьму и начинать какое-то уголовное дело. Но дело в том, что когда я уже вышел из... на обратном пути нам надо было вернуться, мы опять взяли такси с твоими как бы немолодыми родителями, добрались до выезда из Вифлеема, и там тот же блокпост, там стоят рабочие, палестинцы, которые идут на дорогу, как бы обратно, как раз стоят утром рано, чтобы идти на работу. Там ночь как раз была, по-моему, там 4 или 5 утра, помнишь? Да, точно. И дальше солдат проверяет у всех паспорта, у Анны и у ее родителей паспорт Российской Федерации, нету проблем, по закону это как-то можно с таким паспортом пересечь границы. А я показываю свой замечательный, сильный, израильский Туда-Дзеут, и там спрашивают, как ты здесь попал? Я говорю, я пошел молиться. Где молиться? Я говорю, в храм Рождества Христова, я христианин. А он говорит, а как написано тут, что ты иудей? Я говорю, да, но я крешеный, это мои братья во Христе и так далее, и так далее. Он говорит, как же так, но написано тут, что ты иудей. Вот, короче, после этого я понял, что надо все-таки... Документы привести в порядок, да? Да, много людей принимают в Израиле крещение, но не всегда свои документы приводят в порядок. Я, как законопослушный гражданин, обещал солдату, что я все поменяю. И я действительно разбирался, я пошел и граф религии у себя поменял, и сейчас я официально гражданин Израиля, но написано «Евани ортодокси», то, что означает грек, православный грек. Короче, никакой я не грек, хоть я... Ну, знаете, а похож, вы не думаете, похож? Так вот, особенно, когда серьезное лицо сделает, но грек настоящий. Кала Христугена! Северная Ирландия, в которой мы живем теперь, конечно же, не места, свободное от религии, вовсе нет. Здесь общество делится на католиков и протестантов, и еще совсем недавно между ними были страшные очень столкновения и самая настоящая война. Но это уже давно в прошлом, и сейчас здесь абсолютная свобода вероисповедания, ко всем людям относятся одинаково, все люди относятся друг к другу приветливо и вежливо, и никаких ограничений и проблем в связи с национальностью или вероисповеданием человека здесь нет. Езжай куда хочешь, путешествуй где хочешь, наслаждайся красотой природы и благодатной погодой, ну, если повезет. Вот и сегодня мы с детьми гуляем в Воронпойнте и снимаем для вас этот выпуск. Но зимние дни короткие, и нам уже пора прощаться. Ну вот, мы путешествовали немножко вместе, и пришла пора уже прощаться. Мы еще раз поздравляем сердечно всех с Рождеством Христовым, и обещаем скорой встречи на нашем канале. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok